Привет, друзья! Марину Федункев мы знаем как резидентку Comedy Woman и маму Коляна из реальных пацанов. Она снимается в комедийных проектах, фильмах и теперь записывает юмористические треки. На самом деле у неё довольно тяжёлая судьба. Моя сила – это юмор. Можно в принципе сбрендить от того, через что я прошла в жизни. Мужа-наркомана тащила на себе 13 лет. Но и это опыт. А артист без опыта, не артист. Почему мне люди верят? Потому что у меня всё непридуманное. Считает звезда Марина Федункев. Закрытие программы Comedy Woman, тяжёлый 2020 год, как это всё отразилось на жизни и доходах яркой и обаятельной Марины. Но перед тем, как мы начнём, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живёт Марина Федункев и сколько она зарабатывает. Будущая юмористическая артистка появилась на свет 27 августа 1971 года в творческой семье, которая на тот момент проживала в городе Перми. Папа девочки. По национальности украинец. Отсюда и необычная фамилия – Федункев. Мужчина преподавал в музыкальной школе и являлся солистом Пермского театра оперы и балета. Мама всю жизнь проработала в ресторане, заведовала производством, хотя по специальности была технологом. Будучи восьмиклассницей, Марина сама написала сценарий, по которому позднее поставила мини-спектакль про самогонщиков. Постановка настолько понравилась публике, что местный клуб выделил ей трупный транспорт, на котором девушка с другими артистами ездила на гастроли в ближайшие деревни. Тогда она получила свой первый гонорар, чему было несказанно рада. Окончив школу, Марина поступила в театральное училище и вернулась жить в город. Девушка выбрала профессию режиссера, но проучилась только два года. Из-за своего сложного характера она часто вступала в ссоры с педагогами, поэтому ее вскоре отчислили. Но уже спустя год Марина вновь вернулась в училище. Только на этот раз выбрала актерский факультет. В 1998 году она получила диплом. Но до популярности было еще далеко. Прежде чем девушка попала на сцену и в кинематограф, она сменила несколько профессий, среди которых массовик-затейник, воспитательница, продавец, прачка. Федунки всегда выделялась на фоне других не только своим внешним видом, но и чувством юмора. Она никогда не лезла в карман за острым словцом. Когда в 2000 году ей предложили место в команде КВН, она согласилась, не раздумывая, и никогда об этом не жалела в будущем. Марина практически сразу же стала не только основным участником, но и выступала в роли сценариста. Многие известные постановки были написаны этой юмористкой. Вскоре команда Марины, носящая название «Добрянка», стала выступать в первой лиге, а затем и в высшей. После этого девушка приняла приглашение и работала сценаристом развлекательной программы «Все по-новому», которая транслировалась по телевизионному каналу СТС. Настоящая известность пришла к девушке после премьеры комедийного сериала «Реальные пацаны». Ее героиня, тетя Марина, настолько полюбила зрителям, что сценаристам пришлось переписывать сюжет, чтобы у мамы Коляна была главная роль. Сыночка сыграл начинающий актер Николай Наумов. В 2020 году вышел новый полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби», где также снялась Федункев. Образы популярной актрисы всегда яркие и запоминающиеся. Зрителям и критикам очень нравится талантливая игра Марины, поэтому практически никого не удивило, когда ее пригласили стать участницей популярного шоу «Камеди Вумен», которое на протяжении многих лет выходило на канале ТНТ. Партнерами девушки по передаче были бывшие звезды КВНа. Наталья Медведева, Екатерина Варнава, Екатерина Скулкина, Александр Гудков, Татьяна Морозова. Шоу «Камеди Вумен» обеспечивала актрисе Федункев. Стабильные поступления в семейный бюджет в размере 170 тысяч рублей за день съемок. В творческой карьере Марины отдельное место посвящено кинематографу. Чаще всего ей предлагают роли в комедиях. В фильмографию артистки вошли сразу несколько фильмов. «Случайные связи», «Слабая женщина», «Страна в шопе» и «Война полов». Кроме этого, талантливая актриса часто принимает участие в различных развлекательных шоу. Передача под названием «Где логика» и шоу «Уральские пельмени». Она охотно снимается в клипах, особенно понравился ее поклонникам видеоролик, снятый совместно с Николаем Басковым «Лавстори», с Ольгой Бузовой и «Давай Снежинки». Марина Федункев дважды состояла в официальном браке. Со своим первым супругом, Сергеем Щелчковым, девушка познакомилась еще в студенческие годы, но спустя 12 лет совместного проживания они решили развестись. Как комментировала ситуацию сама знаменитость, муж так и не сумел построить карьеру, поэтому завидовал ей, и на этом фоне в семье часто бывали скандалы. Постоянные выяснения отношений вскоре ей надоели, к тому же у них отсутствовали дети. Практически сразу Марина познакомилась со своим вторым мужем. Знакомство произошло случайно. Девушка опаздывала на празднование собственного дня рождения и пыталась поймать такси, но остановился он. Как отмечает сама знаменитость, муж привлек ее своим хорошим чувством юмора. С ним девушка прижила до 2017 года, после чего официально объявила о расторжении брака. Позднее она призналась, что причиной расставания стала наркозависимость супруга, с которой она безуспешно боролась многие годы. О тяжелой ситуации в семье артистки знала только старшая сестра Наталья. Родственница пыталась уговорить Марину бросить Михаила. «Со мной и психологи разговаривали. Я говорила, он без меня пропадет, он подохнет. Говорила звезда. У мужа случилась передозировка. Если не было наркотиков, он начинал сильно пить. При этом мужчина вел себя крайне агрессивно. Я уже была немного известна по КВН. Меня воспринимали, что я такой человек, такая успешная, жизнерадостная. Мне было стыдно обращаться в полицию. Он говорил, что убьет меня». Марина устала от мужа дебошира, поэтому решила уйти. После развода Марина стала выходить в свет с новым кавалером. Как нам удалось выяснить, спутника Федункев зовут Алексей Марусов. Марусов являлся директором Марины и ее охранником. Артистка эти слухи никак не комментирует, но многочисленные поклонники юмористки надеются, что вскоре она вновь обретет статус жены. И в этом браке все-таки случится долгожданное пополнение. Актриса является активным пользователем социальных сетей. Имеет аккаунты в Инстаграм и ВКонтакте. В аккаунте Инстаграма у Марины 3 миллиона 200 тысяч подписчиков на момент выхода этого ролика. На ее страницах можно узнать много интересных фактов из биографии, личной жизни, посмотреть смешные ролики, а также увидеть фото Марины Федункев в молодости и сейчас. Она часто выкладывает пародийные войны на звезд шоу-бизнеса. Особенно достается от нее Ольге Бузовой, поклонники которой считают, что юмористка просто зазвездилась. В 2019 году Марина Федункев стала солисткой группы «Комбинации» и исполнила хит «Американ бой» в новой рекламе «Утилизация» от Эльдорадо. А компанию ей составил несменный амбассадор торговой сети Вадим Галыгин. Также на телеэкраны вышла рекламная кампания, где Марина Федункев примерила на себе шесть разных ярких образов. Геймера-аллергика, водителя автобуса. В каждой из зарисовок рекламируемый препарат успешно справляются с задачей. Объединяющим элементом стала фраза «Глаз радуется». Так бренд донес идею о пользе препарата для самых разных групп потребителей. Взяв акцент на юмористическую подачу и персонализированную коммуникацию, Comedy Woman приносила артистам шоу не только гонорары за телеэфиры. Девчонки много гастролировали, их приглашали на корпоративы. Заказчики платили за 15-минутное выступление артисток из Comedy Woman 15 тысяч евро. Но 2020 год принес грустную новость для поклонников Comedy Woman. Создатели проекта решили распустить действующий состав. Сейчас Ведункев старается вести другие проекты. Марину можно часто увидеть на телеканале ТНТ в Comedy Club вместе с резидентом Гариком Харламовым. Частный праздник с участием Марины оценивается в 600 тысяч рублей в обычные дни и в 1 миллион 200 тысяч рублей в празднике. Ну а если вам понравилось это видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!